здравствуйте всем здравствуйте как закрепить не трогать так в эфире всем здравствуйте девчата мы снова с вами встречаемся в прямом эфире сегодня четверг два часа дня даже уже пять минут почти третьего с вами сегодня буду я меня зовут наташка клюгина город ростов-на-дону головной офис школы екатерина мирошниченко обычно по четвергам в два часа дня мы встречаемся и я пытаюсь подсказать вам что можно сделать из того или иного материала какие можно дизайны придумать на ходу чтобы облегчить вам работу чтобы придумать как можно притворить жизнь тот или иной цвет гель-лака или какую-то декорацию вот и сегодня как бы не исключение вот и мы сегодня с вами сделаем парочку быстрых вариантов сейчас я прикреплю типсики и расскажу какое сегодня у нас с вами задание на сегодняшний день и так значит в сегодняшнем мастер-классе мы будем использовать с вами приоритете у нас будут два цвета гель-лака мы уже как-то делали прямой эфир с этими цветами вышли они сравнительно уже как бы ну так как у нас очень быстро меняется очень часто и по сезонам выходят новые гель-лаки в работу вот влетают в новую жизнь вот хочется немножечко ну как бы сказать о том что часто же бывает так что купил материал попользовался там неделю две-три потом отставил сторону что-то купил новое вот и конечно классно покупать что-то новое но я думаю что выгодно для мастеров все-таки купить какие-то цвета яркие там и ну как бы использовать их полностью правильно по назначению то чушь она будет стоять как бы портится скажем так полимеризоваться где-то на полке поэтому я сегодня хочу вам напомнить о таких цветах вот ярко оранжевом цвете да несмотря на то что сейчас у нас все-таки зима январь месяц кстати точно январь месяц же да только-только прошли новогодние праздники всех с новым годом с рождеством и с наступающим старым новым годом завтра можно опять встретиться с семьей вот отметить праздники значит у нас в ростове-на-дону очень развита знаете этот вареники вареники кушают на старый новый год с пожеланиями с желаниями с пожеланиями с какими-то там предсказаниями это здорово я как бы не всю жизнь живу в ростове и когда вот узнала таких тут обычаях но интересно прикольно и сама теперь в этом во всем участвую так что всех наступающим старым новым годом вот а мы с вами вернемся гель-лаком которые стоят на полке и казалось бы не очень востребованы скажем так зимой особенно например вот такой красный оранжевый ярк простите красный оранжевый яркий оранжевый вот такой вот спокойный бирюзовенький цвет и как они смотрятся вместе все эти это два гель-лака девчат которые относятся вот к такой вот маленькой капсуле выходили у нас наборчики гель-лаков маленькими наборчиками вот такими по две штучки и это у нас называлась капсула номер два я думаю что у многих мастеров кто работает с материалами ими есть такое так есть такие гель-лаки но если даже не такие гель-лаков по большому счету ведь можно использовать любые цвета вот просто хотелось бы напомнить о том что они есть капсула номер два называется эта капсула симбиоз и вот таких вот интересных два ярких вот такой оранжевый цвет и вот такой вот бирюзовенький цвет как раз таки входит в наборчик вот этого маленького наборчика простите за масло масляное вот и значит в моем задании в сегодняшнем сделать дизайны используя вот эти два цвета то есть как их можно скомбинировать в дизайне и например если все пальчики допустим покрыты например каким-нибудь ярким цветом скоро весна да будем думать о весне хотя не надо торопить события пусть будет лучше зима пока снежок и все такое вот либо например все пальчики покрыты вот таким светлым бирюзовеньким цветом либо можно их соединить в градиенте видите и вот например на одном из пальчиков можно как раз таки взять и например сделать один пальчик с дизайном раз и получается что все пальцы могут быть оранжевого цвета либо например бирюзового цвета видите посерединке допустим 1 1 пальчик там где соединены оба оба цвета или например вот так вот взять допустим поставить вот таким образом видите и все и она будет сочетаться абсолютно хорошо с любыми цветами которые вы используете для покрытия очень мне понравился вот такой вариант беленький цвет очень освежает кончик пальчика беленький а все остальное вот таким вот образом ну я думаю что сейчас я тут подняла глаза и читаю читаю сразу комментарии сейчас я но не конечно пока сообразила да что надо голову поднять а то ушла в себя очень нервничаю поэтому и ушла в себя и вас прошедшими праздниками спасибо действительно отлично сочетается да я давайте пока вот так вот буду пока читать смотрите вот так например раз и классно будет сочетаться с этими двумя цветами наталья ближайшие ближайшие можно уроков обширнее по градиенту и подборкой цветов гаммы как комбинирован чтобы получить как оттенок похоже как научиться делать несколько подборок по градиенту поговорить а принципе можно будет ну в рамках допустим там взять цвета какие-то разные допустим да я думаю я подумаю над этим вопросом и поговорим про градиент так но сейчас видите вот например вот такой вот вариант на самом деле тут какой ни возьми он все цвета как бы ну можно сочетать на одном тип сики но при этом как бы до с двух сторон будут абсолютно однотонное покрытие найти как-то раз проводила прямой эфир и кто-то под прямым эфиром подписал что до кому нужны ваши дизайны ну вопрос очень довольно таки спорный потому что если например мастер уходит если мастер не делает никаких дизайнов и ходит например только с однотонным покрытием либо с френчем то и клиенты конечно же будут тоже покрывать только одним цветом ноготочки а если например у мастера на руках будет хотя бы один пальчик с дизайном я думаю что и клиенты тоже как бы смотря на вас тыкнут пальцем ваш палец дизайном и скажут ой можно вот так же сделать вот поэтому не обязательно делать все пальцы да скоро весна да лариса согласна скоро весна но лучше не торопить события пусть вот идет потому что также быстро жизнь знаете как бы с высоты моего возраста мне кажется что время не летит она просто куда-то улетает вот поэтому пусть идет все своим чередом а мы будем потихонечку работать у нас будут клиенты мы будем потихонечку что-то делать и для интереса в жизни скажем так так ну или вот так вот например да видно и я вот как раз таки хочу например вот такой вот вариант дизайна как бы сделать по поводу дополнительных всяких декораций значит сейчас конечно же очень как бы популярная силу набирает такая техника как стемпинг отпечатывания до рисунок вот и здесь не исключение конечно же я тоже дизайны делала именно ну как бы взяв работу пластину для стемпинга к сожалению сейчас не помню номер и у нас шрифты видите вот и всякие разные шрифты а вот и вот такой вот интересный вариант видите с лицами очень нравится такой знаете не определенный какой-то забавный такой очень схематично но смотрится очень здорово по взрослому вот как раз таки видите вот он прикольно вот значит и либо допустим там print вот леопардовый да или какой-то вот такой типа тигриных полосочек либо какой-то шрифт вот именно газетный или журнальный видите машинописный такой тоже интересно смотрится вот и в сочетании но я думаю скриншот сделаете думаю что вы как бы идей будет достаточно покажите с зеброй из газеты пожалуйста ну хорошо успеем я думаю потому что это в принципе отпечаток да раньше я дело тоже так под матовым классно так ну все и тогда как бы посмотрели да это я вам просто предлагаю разные варианты но ведь цвета же могут быть абсолютно разными то есть не обязательно брать именно эти цвета правильно ну мне в задании нужно выполнить именно такие варианты поэтому не остановимся на них по поводу вот пластины со шрифтом вот можно взять например пластину как раз таки с полосками с пятнышками леопарда видно вот такая вот есть у нас до пластинка у нас их всего восемь штучек их не так много на самом деле не раздута линейка вот поэтому как бы именно с вот со звериными принтами очень мне нравится вот с такими нитками прикольно и вот этот вот пока в приоритете на новый год конечно была пластинка новогодняя как бы все время в руках но вот эти две классные пластины потому что знаете как бы очень много клиентов которые не любят какую-то конкретику любят абстракцию и поэтому вот допустим там сделать дизайн на один палец получается очень даже прикольно видно и так значит ну хочу сделать вот такой вот например вариант с градиентом до чтобы можно было сразу убить двух зайцев и отпечаток сделать и плюс как бы так чтобы посочеталась вот с этими цветами так значит ну потихонечку поехали значит ну за основу за основу я как всегда очень люблю брать гель-лак номер 151 это цвет гель-лак из свадебной коллекции это цвет такой знаете как бы нейтральный такой натуральный цвет с легким легким таким золотистым шиммером так как у меня типса такая получается это светлая молочная такая полупрозрачная хочу чтобы цвет основы был все таки ближе к натуральному цвету правильно же то есть вы сделали маникюр клиентки уже смоделировали ноготочек базой вот вот это вот сейчас мы как будто бы моделируем базы так просушиваем просушиваем и слышно все пишут хорошо так и просушиваем так и второй вариант попросили сделать вот зеброй да вот наверно мы его и сделаем а почему бы и нет так значит тогда мы делаем с вами как будто бы на укрепленный ноготь базой мы наносим сразу с вами один свет просушим потом еще и еще так вот например вот таким вот образом так вот так наискосочек аккуратненько сделаем нанесем первый цвет границу можно идеально ровно не выравнивать потому что потом впоследствии у нас там ляжет декорация там виде допустим наклеечки да но в нашем случае это будет шармикончик так просушиваем так а здесь наносим два цвета и будем делать градиент градиент будем делать с помощью конечно же кисточки для градиента она у нас одна единственная номер 4 но номер у меня уже стерся кисточка для градиента номер 4 она у нас единственная называется амбре 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 я не знаю почему ну короче как бы делаем мы кисточкой амбре градиент ну вот такой у нас каламбурчик маленький так и мы с вами как бы наносим сразу два цвета и я не буду наносить на весь ноготь я сделаю это прям вот так вот по серединочке вот так вот широкой полосой один цвет причем градиент мы всегда растягиваем от кутикулы вниз свободному краешку поэтому цвет нанесла чуть меньше половинки ноготочка да а второй цвет видите чуть большую позицию занимает так и прежде всего конечно же мы должны смешать с вами цвета посерединочки и сейчас кисточку смочу в капельки базы потому как перед началом работы мы обычно всегда любые кисточки смачиваем в капельки базы чтобы кисточка пропиталась гель-лаком чтобы она стала пластичная эластичная кисточку промыли потому как никто ее давно уже не брал руки а хотя нет ну что же я вру я же вчера готовилась прямому эфиру конечно так и чтобы получился симпатичный градиент девчата как мне тут границы особо не нужно вымерять я вот так аккуратненько подмешаем подмешаю то есть движениями кисточки сверху вниз сверху вниз верхний цвет опущу на нижний цвет кисточку вытираем можно безворсовой салфеточкой можно подмешать границу между верхним цветом и смешанным вот здесь немножечко подмешать и между смешанным цветом и нижним цветом так и теперь двигаемся от кутикулы вниз к свободному краешку аккуратненько ну я не прям не сильно там границы этой полоски каким-то образом выдерживаю абсолютно нет просто смотрю чтобы цвет перешел плавно в любом случае все покрытия всегда делаются в два слоя и у нас будет не исключение поэтому первый слой задача в первом слое девчат добиться плавного перехода цвета ну и что что цвет не полноценный ну и что что не очень яркий ничего страшного нанесем второй тоненький слой и потом она уже конечно же будет по более плотным покрытием пусть пока подсохнет первый слой а мы с вами нанесем теперь второй цвет вот так же вдоль границы по диагонали ну вот так например да примерно до серединочки и понятно что вот здесь вот да как бы когда на типсик я согласна с вами полностью что это конечно же удобно если это все-таки на клиенте мы делаем то тогда конечно же мы берем капельку гирлака кисточкой которая будет удобно да вам наносить гирлак и вот так вот четко вымеряем угол поправила все тонкой кисточкой просушиваем белый цвет который на кончике а я имею ввиду вот это да вариант девчата написал попросил мы добавим его потом после того как мы будем отпечатывать с вами стемпинг да вот рисунок с пластиночки в технике стемпинг будем выполнять вообще как бы мы стараемся делать дизайны такие в которые минимум до рисования максимум технические вопросы для того чтобы ускорить работу мастера так 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 сейчас тихонечку секундочку так пока подсушили так и наносим тоненько-тоненько второй слой градиент девчат будет хорошо и качественно получаться если вы не будете наносить гирлак толстым слоем то есть практически отжимаю кисточку во флакончик и наношу очень тонким слоем аккуратненько вот он верхний цвет и нижний цвет еще раз повторюсь это я взяла гирлаки из маленького наборчика из двух цветов который называется капсула номер два симбиоз такое красивое название вот и имея только два цвета да мы пытаемся сделать интересные дизайны мы сами себе ставим такие задачи да иногда вот просто цвета стоят и вы не знаете что с ними сделать поэтому можно например цвета которые долго застоялись взять и сделать из них несколько дизайнов прикрепить на планшет очку и я вас уверяю большая часть клиентов обратить на них внимание на эти цвета и скажут у тебя что-то новенькое появилось хотя эти цвета у вас стояли уже давным-давно и просто на них никто не обращал внимание хотя плотные цвета конечно но для лета я вообще как бы молчу оранжевый цвет такой прям яркий яркий вырви глаз ну и такой бирюзовенький очень красивый симпатичный оттеночек так и теперь девчат мы начнем потихонечку с вами отпечатать да все значит я возьму черную черную лаковую красочку черную лаковую красочку пластинку и вот видите вот они вот эти полосочки мы сейчас с вами отпечатаем полностью на весь ноготочек так как это у нас лаковая краска лак можно сказать да будет застывать очень быстро поэтому нужно приноровиться для того чтобы быстро до сделать такой вариант дизайна потому что можно отпечатать им пастой но им пастой черной гелевой краской без остаточной липкости не получается очень ну такого насыщенного цвета получается такой немножко полупрозрачный а мне в данном случае хотелось бы чтобы он все-таки был более четким и так значит аккуратненько наносим гель-лак и нужно будет делать все очень четко спокойно но быстро спрашивать здравствуйте запись в эфира будет да как правило все записываем и будет выложено на youtube на канал екатерина мирошниченко и там конечно же все это дело будет так ну вот я наношу гелочок нанесла спокойно но быстро спокойненько распределили убрали все лишнее накат легкий накат все рисунок у нас непосредственно на подушечки и теперь спокойненько отпечатываем отпечатали и мне не нужно чтобы например рисунок был вот здесь на хвостике хоть и белый гель-лак ляжет очень плотным цветом но я возьму и просто аккуратненько безворсовой салфеточкой в работе же есть безворсовой салфетки просто с кончика вот здесь вот красочку уберу а там где ну мало ли вдруг у вас где-то что-то не пропечаталась вдруг у вас где-то что-то там не отпечаталась нужно взять немножко импасты либо гелевой краски не просто захотелось вот здесь немножко подправить потому что когда на камеру делаешь не очень удобно здесь под под телефон подлажу аккуратно вот здесь вот немножко не дожала поэтому я здесь оп немножечко так вот так ну естественно просушим естественно просушим так ну а здесь девчат предлагаю вот именно вот с этих лиц мне очень нравится вот эти вот абстрактные видите такие шрифты красивые вот мне очень нравится вот этот вариант так секундочку хочу взять тоненькую кисточку и прежде чем так мне нужна кисточка 5 дробь 0 в принципе хоть белая синтетика хоть черная синтетика можно прям взять гель-лак например черный взяла и вот здесь вот с одной стороны немножечко усложню себе задачу и сделаю такую абстракцию этот элемент мы называем как бы дырочки дырочки вот например вот сюда вот так чтобы найти вот чтобы он смотрелся более сложно на самом деле как бы делать просто видимость сложной работы до немножечко делает работу зрительно дороже чем она есть на самом деле в местах там где линии соединяются такие небольшие акценты вот так вот места где линия выходит из линии с такими небольшими соединительными треугольничками вот так вот с одной стороны обязательно просушиваем просушиваем так и возвращаемся сюда добавляем белый гель-лак на кончик теперь ногтевой пластины так белый гель-лак на кончик естественно здесь все погрешности закроются границу выравниваем ровненько ну ровно настолько насколько получится потому что мы с вами можем запросто все замаскировать во первых потому что по границе у нас лежит декорации виде какого-нибудь шермикона можно по запустить сюда какую-нибудь просто полосочку можно взять какой-нибудь ремешок можно взять какой-нибудь нейрографика да согласна да похоже на нее я тоже полностью согласна добиваемся успехом да на нейрографика занимаемся на ногтях так и я вот здесь вот аккуратно теперь тоненькой кисточкой выровняю просто границу между двумя цветами да так так просушиваем а сюда конечно же возвращаемся и ставим уже теперь отпечаток да вот этих вот лиц которые мне сильно нравятся поэтому я пытаюсь навязать и вам их был такой слайдер вот с такой вот картинкой но слайдер видите приклеил как бы он кончился а тут конечно же можно до бесконечности до бесконечности я вот так по центру сейчас в разных направлениях аккуратненько по моему я немножко за ложка вас посмотрим сейчас может все таки получится так убираем все лишнее легкий накат еле-еле притрагиваясь так все-таки мне надо попробовать еще раз за ложка вас не очень удобно поэтому я конечно же прошу прощения с 3 капсула его здесь просят тоже провести давайте давайте я сейчас себе помечу нас смотрит и менеджер наш который как бы до отслеживает вопросы и мы конечно же и предложим до провести еще из 3 капсулы сделать анонс и выполнить конечно же так девчата я сделаю это еще разочек потому что замешкалась завошкалась очень неудобно и так еще разок теперь все по-честному и по-взрослому все это у нас лаковая краска убираем все лишнее убрали легкий накат на подушечку еле притрагиваясь ну все теперь совсем другое дело все четко видно и отпечатываем непосредственно на наш градиент и у меня немножечко не хватило я сейчас сюда чуть-чуть добавлю типсик довольно таки длинненький отлично так чуть-чуть вот сюда сделаем вид что рисунок дальше продолжается вот все четко видите на градиенте получилось прикольно можно еще взять немножко гель-лака черного и например если вот здесь вода взять и вот эту нейрографику до продолжить соединяя все окончания линий чтобы рисунок сбоку был как бы законченным на самом деле как бы даже можно было бы этого не делать но знаете у нас вот екатерина николаевна она много делает таких дизайнов где соединяет очень много материалов и гель-лаки и декорации и камушки и так далее так просушиваем рассушиваем сюда девчат предлагаю добавить только декорацию в виде какой-нибудь надписи например можно взять какие-нибудь шармиконы да вот согласно лица прям идеально подошли к тематике капсулы согласно дать такой симбиоз да соединяем такие цвета интересные так ну продолжим значит можно взять любые шармиконы я думаю тоже очень многих есть наклеечки со всякими разными надписями и лежат без дела где-то какие-то остатки можно из нескольких двух-трех слов составить если мы хотим приклеить наклеечку то мы конечно же девчат берем топ теклос топ теклос топ без липкого слоя в нашем случае это теклос покрываем ноготочек тонким тонким слоем если вы хотите добавить какой-то слайдер то тогда нужно было бы взять что-то с липким слоем и в нашем случае это слайдер топ так просушиваем так ну я предлагаю как бы здесь уже все мы все подсушили например я чуть раньше делала и вот например смотрите еще добавляла надпись видите вот сюда вниз вот например можно было так но у меня здесь настолько все четко отпечаталась например не вижу смысла а вот поэтому как бы достаточно будет одного отпечатка плюс градиент так ну естественно закрываем топом закрываем топом любым топом которым вы работаете хотите можете покрыть матовым топом хотите покройте глянцевым топом это не принципиально важно я сейчас покрываю топом теклос а можно было бы взять ультрашайн ультрашайн ультраблеск и он бы тоже замечательно подошел бы нам в оконцовочки из пока подсохнет так а здесь мы с вами дорабатываем с помощью шармикона да вот например у нас тут есть такая полосочка с какими-то надписями надписи очень люблю в дизайнах всегда куда-нибудь их добавляю потому что но очень они осовременивают любой дизайн вот абсолютно любой дизайн классно когда есть какие-то такие вот маленькие надписи улички надписи полосочки с подписями почти хватило принципе не вижу смысла что-то еще добавлять можно даже например сделать вот здесь вот четкую границу просто очертить а есть такой шарме кончик черные полосочки можно было бы тоненькую взять и прикрепить и мне нужно вот здесь вот чтобы четкая граница была видите чтобы вот такая геометрия прослеживалась четкая да сюда вот границу прочерчу просушил так и еще с этого же шарме кончика с надписями до разными можно взять и приклеить какую-нибудь эйфория пусть будет эйфория симбиоз эйфория всякие такие загадочные названия я думаю что есть такие люди как и я да непонятно сочетаются они или нет но прикольно зато звучит так и покрываем тоже топом хотите глянцевым хотите матовым не принципиально важно важно что все декорации будь то слайдеры или наклеечки обязательно нужно закрывать топом это топ может быть глянцевым топ может быть матовым любым топом которые бы вы которые вы используете в работе так просушиваем в лампе и этот вариант у нас готов сейчас я вам прикреплю сюда к нам на паншеточку еще раз повторюсь на всех пальцах этого делать конечно же не стоит абсолютно ни к чему но абсолютно ни к чему но на одном пальце да можно взять и посочетать причем знаете допустим там мизинец покрыть каким-нибудь ярким цветом на четвертом пальце градиента все остальные просто светленькие или наоборот мизинец сделать более светлым цветом все остальные такие яркими цветами а можно лишь одним цветом покрыть да и то есть как бы хуже абсолютно от этого ничего не будет так это мы сегодня с вами сделали видно очень просто делать очень прикольно очень интересные но знаете так прям завораживает когда садишься делать с какими-то вот такими вот заданиями дают например нам да там сделать взять вот эти два цвета и надела с ними дизайн и и натяну как будто прям как из потом из пулемета интересный вариант мне нравится спасибо вам большое ксения спасибо спасибо так бывает белая зеленая розовая а вы по поводу так здравствуйте а можно эфир так это прочитала здравствуйте на что вы цепляете типсы к подложке потафикс канцелярская липучка интересный вариант мне нравится так скажите эти идеи из одежды да это самое вот по поводу одежды да на самом деле как бы хочется сказать о том что екатерина николаевна мирошниченко она конечно же последует конечно же моде и все это делается заранее просмотры и так далее какие принты будут модны и так далее они попадают на наши пластины для стемпинга и слайдеры делаются с красивыми модными именно на принтами да вот и например вот возьмите допустим там леопардовый принт да который был есть и будет вот этот вот змеиный принт вот объемную рептилию можно делать вот они полоски зебры вот они леопарды и так далее это и было есть и будет я допустим в профессии вот уже допустим там очень много лет даже там 16 лет 17 год пошел и как бы мы это рисовали еще акриловыми красками по лакам а сейчас это видите все настолько опрощено что не надо ничего рисовать и так далее конечно же все это как бы модные принты и так далее и особенно как бы модно когда у всякие вот абстракции да то есть как бы журнальный принт это газетные какие-то вырезки и так далее и все это видите можно применить абсолютно но и будет святая так далее а сейчас я на секундочку хочу по поводу вот этой вот липучки смотрите потафикс да вот сказали потафикс видите это вот такая вот подушечки такие клеящие масса для фиксации то есть они заменяют видите скрепки канцелярские скотч и так далее продается в канцелярских отделах в сетевых магазинах ну например если взять ростов-на-дону то это магазин лента зебра метро то есть это сетевые магазины там где вот продается все 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 и в канцелярских отделах вот висят вот эти вот рядом со скотчем рядом со скрепками и так далее вот потафикс однажды была не так давно в ашане и как не покажется страны видите вот магазин ашан и зеленая упаковка тут точно также вот эти клеящиеся подушечки видите обозначение ашана и тоже есть то что же самое там где канцелярские товары там тоже есть вот это вот масса для фиксации и точно также висят две канцелярщина где кнопочки где скотч и так далее то есть ваш они тоже есть только вот уже с этим сведите с фирменным знаком ашана вот то есть либо вот такая вот либо вот такая вот еще у нас не знаю сейчас работает магазин альян магазин леонардо там тоже была такая же масса для фиксации и конечно же мы цепляем в основном на планшетки и на палочки и так далее вот именно на эту липучку так ну кто был с нами на прямых эфирах прошлом году мы очень много делали перед новым годом всяких новогодних вариантов очень было много новогодних но опять же еще зима продолжается может быть кто-то из вас там пензеля несменный элемент нового года до всякие цветочки колокольчики и так далее то есть это все мы делали в прямых эфирах и вот сегодня мы с вами посвятили время капсуле капсуле номер 2 взяли два ярких цвета оранжевый и бирюзовый капсула называется симбиоз у меня коробочка упала со стола уже сейчас не полезу за ней а то будет очень интересная картинка конечно и я вас услышала был запрос на капсула номер два был запрос на капсулу номер три мы конечно же посмотрим что мы можем предложить вам и сделать с ними так но сейчас пока вот тогда чтобы все поместилось в кадр сделаем вот так и как раз таки может кто-то сделает скриншот в нашем городе даже наших профмагазинах есть у нас есть еще есть время вот у нас попросили с квадратами дизайн можете показать сделать и конечно можно вы имеете ввиду вот этот вариант да то есть как бы очень очень легко на самом деле варианты эти очень быстро сделать эти все варианты вы сделали за сегодняшний эфир так не уменьшается подальше на камеру вот так сделаю так значит возьму сейчас еще сделаю вам с квадратиками да с квадратиками время есть почему бы не воспользоваться и так за основу возьмем опять же 151 гель-лак хотя это может быть просто камуфлирующая база и так поехали значит сейчас я вот так сюда прикрепляла это пока уберу видно вот он значит основы сделаем полыше прикреплю пока основы сделаем бежевого цвета это может быть камуфлирующая база это может быть какой-нибудь цвет целесный гель-лак телесного цвета да допустим я взяла 151 гель-лак и сделала основу как будто это у нас смоделирован ноготочек базой натурального цвета а я взяла 151 гель-лак сушим просушиваем так теперь возьмем например цвет из капсулу номер два да вот этот яркий оранжевый и не будем наносить на весь ноготь сделаем это буквально два-три мазочка вот таким вот образом аккуратненько раз вот такое пятнышко давайте учу чуть больше поднимем вот так если цвет лег недостаточно не плотно допустим достаточно плотно то достаточно одного слоя если не плотно можно тоненько-тоненько нанести потом еще разочек просушиваем так берем пластину с леопардовым принтом да вот он у нас отпечатываем либо рисуем вручную либо отпечатываем с помощью техники стемпинг да наносим леопардовый принт причем можно не на всю да вот буквально там кусочек мне нужен убираем спокойно но быстро все лишнее делаем легкий накат еле дотрагиваясь вообще практически не дотрагиваясь берем пятнышки леопарда и отпечатываем на мой ярко-оранжевый фон так это можно сделать хаотично постольку поскольку не надо тут ничего вымерять правильно же так у меня вот типса болтается сейчас я секундочку девчат плотнее прилеплю а то похвастались липучкой да где и что можно купить и тип созываю съехала с нее так не чуть-чуть не хватает рисунка поэтому я сейчас еще пару пятнышек раз уж можно было бы конечно и турки нарисовать но знаете теперь вот раньше всегда все рисовали а теперь же даже уже где-то и лень ведь я же точно знаю что можно вот так приставить и как будто ты молодец все отрисовал так теперь нам потребуется с вами спайдергей до паутинка ну я думаю тоже у всех мастеров паутинка есть сейчас я постараюсь быстро найти нашла с помощью можно апельсиновой палочки нанести до аккуратненько там по кругу и опять же хаотично ведь не надо же сильно тут прям вот так аккуратно где-то вокруг где-то задержались вернулись я немножко как бы прикрепила ниточку тут вот закреплюсь вот тут закреплюсь вот тут смотря кому в какую сторону удобно можно обратно вернуться мне нравится сейчас такой знаете мода на дизайн и такая вот абстракция абстракция никаких не надо вот этих птичек цветочков и так далее хотя весной цветочки конечно же все равно будем рисовать потому что но не без этого вот так хаотично паутинку накидали просушили ну а дальше вход пойдут шармиконы какие шармиконы я думаю что тоже есть у многих сейчас вот рамочки и золотые есть и серебряные черные и белые можно как раз таки воспользоваться вот такими вот квадратиками и нужно будет какая-нибудь надпись до чтобы современить любой дизайн как мы делали в предыдущих вариантах так давайте значит сейчас у нас вход пойдут шармиконы раз мы заговорили про декорации в виде наклеек то есть мне нужно будет их наклеить и потом даже раскрасить вот значит приклеивать мы будем их на топ без остаточной липкости в нашем случае это теклос то есть получается выравниваем поверхность если приклеивать девчат наклейки на дисперсионный слой на липкий слой бывает что они начинают подниматься покрываете топом они становятся дыбом и потом начинаешь их тут подпиливать то спиливать она все бугром лежит и это очень как бы нехорошо так и теперь мы с вами прикрепим например большой квадрат так теклос просох и мы с вами приклеиваем например да по центру квадратик ведь почему мы сейчас пытаемся вот это вот придумать на ходу да просто наша задача использовать два цвета в дизайне и как вот их можно использовать как раз таки в виде декорации добавить правильно и они будут хорошо сочетаться с соседними ногтями которые будут покрыты просто одним цветом однотонным так вот сюда прикрепляем их как неудобно мне ручки крючки как будто потому что если приклеивала бы ногтями все бы было хорошо а так как мне нужно выглядеть прилично со стороны пинцет просто издевается надо мной так 2 квадрат и 3 квадратик поменьше да можно найти большой маленький большой маленький подчередовать между собой и не тут взяла поговорила и зелами тут сейчас мы маленький возьмем это будет буквально капелька гель-лака в центр квадратика все приклеили и какую-нибудь надпись до вниз посмотрим сейчас что нам сюда подойдет давайте примерим вот такой вариант надо что-нибудь на беленьком фоне чтобы лучше выделила сейчас девчат найдем что-нибудь мне почему-то знаете что захотела сделать взять немножечко выделить краешек если я сейчас делаю вот так вот немножечко грань сделаю поярче потому что теряется чуть-чуть вот так точно не потеряется так просушиваем и добавляем наш дополнительный цвет вот этот яркий бирюзовенький да непосредственно в квадратике прямо на шармикончике ничего страшного не случится прямо можно взять и раскрасить шармикон то есть берем капельку и выкрашиваем наши квадраты и вот при этом все остальные пальцы могут быть просто бирюзового цвета правильно же девчат или например просто оранжевого цвета либо градиент из этих двух цветов вот таким образом можно сочетать несочетаемые даже цвета хотя эти два конечно сочетаются очень даже прикольно так и маленький вот он очень хорошо выделяется все и просушиваем просушиваем и после этого конечно же перекрываем топом любым топом которым вы обычно работаете ну в нашем случае мы конечно же перекроем топом без липкого слоя обожаю эти квадраты не надо рисовать да согласно 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 прямо на ладку похоже ногти при рисовать на ладку похоже когти при рисовать ну на самом деле как бы да можно и так сказать так и закрываем девчат без всяких проблем все это дело выровняется конечно же я покрою топом teclos ну а вы можете покрыть любым топом которые есть у вас под руками все таки приклеив шарми кончик еще его раскрасить да обратите внимание на то чтобы может быть легкий легкий эффект моделирования да нужно будет сделать для того чтобы поверхность ноготочка была ровненькая так просушиваем видите вы буквально вот за 7 минуточек мы сделали этот дизайн и то только лишь потому что еще болтали да где-то в промежутке вот поэтому можно тут на ходу придумать еще целую кучу идей если есть остались какие-то шарми кон и так далее еще если какие-то шарми кончики можно вот подкрасить раскрасить это вот смотрите вот такой вот шарми кон прикольный тоже вот у меня почему-то лежал в классе как-то никуда не задействованный это сто восемьдесят девятый номер своя атмосфера видите вот здесь вот обозначение да женское там женского начала мужского начала видите вот такие вот вот эти вот бриллиантики было в какой-то момент модно рисовать на ногтях ведь их можно приклеить и просто тупо раскрасить и получается вот смотрите даже отпечаток с этими лицами видите на бирюзовый фон и отпечаток плюс вот по краешкам и допустим спайдер гель добавили а потом на теклас приклеили видите вот они кружочки мужское женское начало вот они шарми кончик сто восемьдесят девятый своя атмосфера сто восемьдесят девять номер видите вот такой вот он прикольный и вот как раз таки в центр кружочка видите поставила просто оранжевый цвет и он получается сочетается с ноготочками которые рядом да только добавить буквально два маленьких акцента и сразу он становится в один ряд вот с такими вот вариантами дизайнами до абстрактными так а тем временем у нас тут все высохло и естественно мы их вот сюда вот вот таким вот образом ставим можно вот эти конечно же убрать отсюда потому что зачем они нам нужны ведь наша идея это была в том чтобы сделать дизайн хотя бы на одном пальчике но использовать вот эти вот два цвета давайте вот сюда в стороночку вот так ну что спасибо за идеи за мастер-класс а когда новый набор покажете ну в наших эфирах мы конечно же показываем и новые наборы которые выходят в работу да и и декорации которые появляются у нас в продаже мы тоже пытаемся освещать и предлагать вам готовые варианты и вообще как бы знаете вот очень много фирм выпускают гирлаки декорации и может быть даже иногда декорации тоже не менее интересно допустим чем у нас в школе хотя конечно же вы понимаете да что у нас то всегда лучше вот но дело не в этом я все время вот ученикам в классе говорю о том что с выходом новых гирлаков с выходом новой декорации школа екатерины мирашниченко всегда предлагает готовые дизайны то есть готовые варианты что можно сделать с этими гирлаками что можно сделать с этими декорациями как это все сочетается друг « с другом» вот и поэтому конечно же вот в этом плане хочется опять опять же, знаете, преклониться перед творчеством Екатерины Николаевны Мирошниченко, потому что иногда берешь что-то в руки, ой, прикольно, да, ну один-два варианта сделала, а потом хоп-стоп, и семья, дети, куча клиентов, работа, и все такое отвлекает, и ты не можешь сосредоточиться, что-то сделать, поэтому мы, конечно же, стараемся в прямых эфирах, и не только я, и многие девчаты, и Тагуи, и девчонки-инструктора из разных городов, да, то есть как бы пытаются именно помочь, сделать мастерам какие-то новые идеи подать. Ну, я надеюсь, мы сегодня, как были вам не сильно, как бы напрягли вас своим присутствием в вашей жизни, вот, и впредь, в четверг, в два часа дня мы снова встретимся, и снова-снова поговорим про дизайны. Все, что написали, я, конечно, попытаюсь взять во внимание, главное, не забыть. Спасибо вам огромное за ваше внимание, всем удачи, всем здоровья, всех со Старым Новым Годом, и побольше всем денежных клиентов. Всего хорошего, девчат, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.